Друзья, доброе утро. Опять я приехал в центр, не стал я раздумывать. Здесь всегда можно найти что-то интересное. В общем, давайте просто пожелайте мне удачи, а я пошел искать. Смотрите, какая кружка, друзья. Город Нюрнберг. Такой вот графин для вина очевиден. Отсюда стекло. Смотрите, письмо вон там, такая специальная для писем. 130 евро просят. Наполеон, по-моему, нарисован и Александр, если я не ошибаюсь. 130 евро в общем. Куча часов. Золотой анхингер. Немного наград. Часть киши. Разные. Как я тут понимаю, Мурана. Вон какой индеец. Отсвечивает немного. В общем, красивые вещи. Смотрите, какая фотография. По-моему, какие-то они моряк. Речной флот, что ли. Куча бумажной продукции. Кстати, можно кучу пластинок купить, но я вообще в это не влажу, ребят. Не разбираюсь просто. Хотя есть, я знаю, очень дорогие, но, блин, еще на это время уже не хватает. Смотрите, друзья, шкатулочка. Ну, я уже не знаю, в Фидоскина написано. Отсвечивает солнце. Что думаете? Мне кажется, не очень. Хотя, кто знает, 25 евро просят. Еще здесь прикольный стол со всяким фарфором. Иногда есть очень интересные вещички бывают. Смотрите, чашечка. Не вижу. А, Дрэзн? Окей. Дрэзнский фарфор, друзья. Друзья, смотрите, сколько здесь коллег. Вот, целая куча. На любой вкус. Приходите, выбирайте вон там. Вон за ту картину, друзья, просят 150 евро, но я уж сегодня одну купил. Тоже не дешево. Так что я не буду это брать. Сейчас шекер. Серебро. Все здесь висит. Очень много украшений, друзья. Вообще много. Вот и машинки нашли свое место. Игрушки. Модельки всякие. Лего. Даже не спрашиваю, сколько стоит. Красивые стулы. Прикольные вещи, да? Еще один. Шкатулки. Все идет. Куча всякого стекла. Красивые, да? Прикольные наборчики. Коньячок пить. Я два стука. Нет, вы два стука. Нет, вы два стука. Тут вообще всякое всячино. Мешками навалено. Монеты, подвески, серебро. Что хотите. Продают всякие каталоги, искусство, все-все-все, что хотите. Что-то можно, наверное, и редкое найти. Но книги трудно продавать. Вот, в общем, барахолка, погода. Вещер спогодилась. И вот тут. Вот здесь вот интересные. Могут же книги купить, кстати. Здесь человек, который вообще этим занимается, разбирается в том, что он продает. Тоже его столик вон. Прикольный. Небольшой. С вещичками. Приветствую вас всех, друзья. Вечер, суббота, я дома. И сейчас буду делать для вас обзор того, что сегодня я приобрел на барахолке в центре Штутгарта. Сейчас немного сместился график, поэтому это видео вы увидите в понедельник. Ну, а я начну с того, что сегодня я приобрел. Сегодня мне опять повезло на монеты. И на одну мне повезло особенно. Покажу вам, расскажу, покажу вам про нее отдельно. Также мне сегодня повезло купить несколько серебряных вещичек. Не скажу, что я сегодня купил очень много. Я, наверное, стал более как-то требовательным или более разборчивым. Я стараюсь покупать, как говорится, стопроцентные такие вещи, которые можно очень хорошо продать на eBay. Так это или нет, судить вам. Но, в принципе, хочу сказать, что у меня покупают. Покупают довольно много. Но я начну с того, что сегодня я купил вот такой вот нож. Купил я сегодня, вернее, два ножа и оба интересных. Но вот решил начать с этого ножа. Этот нож я купил у своего знакомого Володи, который приходит к нам на клуб. И иногда он вот сам торгует. И я к нему подошел и говорю, есть у тебя что-то интересное? Вот он мне предложил такой вот нож. Это так называемый боцманский нож. Ой, такой очень тугая пружина. Это вот здесь, чтобы узлы такие тугие можно было развязывать. Нож на лезвии стоит год 1951. То есть это уже послевоенний нож. Но очень он такой винтажный. Такая, видите, пластмассовая рукоятка. Он весь в нормальном состоянии. Нигде ничего не потрескалось. Рукоятка хорошая. То есть не поломанная, ничего. Можете сами заценить. Нож вообще такой винтажный. Очень брутальный, я бы сказал. Реально как бы, ну блин. Настоящего боцмана, в общем, нож. И я его купил за 20 евро. Я знаю, это не дешево. Он сам сказал, что он такие ножи продавал на eBay по 35 евро. Но я купил его не для того, чтобы брать по 35 евро. Я, наверное, выставлю его где-то в районе 100-150 евро. И пусть как-то застоит и ждет своего покупателя. Потому что, в принципе, мне вещь нравится. И я, как говорится, если я их продам, то цена должна быть такая, чтобы это меня, как говорится, удовлетворило. И купил я сегодня еще один нож. Он тоже очень интересный. Это такой перочинный карманный ножик. Лежал на видном месте. Передо мной у этого человека просто перерыли все. Целая куча перекупов там, которые у него просто в коробках рылись. А это то, что вот после них осталось. Это он просто выложил на стол. И я уже подошел. Вроде бы ничего особенного лежал такой ножик. Но сразу хочу, я сразу как бы обратил внимание, что здесь вот проба. Надеюсь, вам видно. Сейчас я приближу. Вот видите, 800-ая. То есть это говорит о том, что сам нож серебряный, да. И потом я, когда он спросил, я такой, он сказал, почем? Он говорит, 10 евро и забирай. Я, конечно, посмотрел, предложил ему 8 евро. Он согласился. Была такая вот цепочка. Цепочка сначала, я думал, что она не серебряная. Но потом, после изучения внимательного под лупой, я нашел здесь тоже пробу. И проба, надеюсь, вам видно, вон там в сильную лупу я увидел, что это проба 800. То есть вот такой вот винтажный серебряный нож. Вот я, честно говоря, не знаю, серебряное ли лезвие. Но судя по такой вот патине, что очень даже возможно, что лезвие тоже серебряное. Но на ней никаких нету клеем, поэтому тут я могу только гадать. Но сама вот, сами эти вот щечки, ножа и цепочка, они 100% серебряные. Это нож такой, как говорится, винтажный, античный. То есть, я так понимаю, нож для фруктов. Цепочка, я так понимаю, даже, может быть, я не знаю, откуда она. Была она в паре, так вот носили. Но классная вещь. 8 евро я за нее заплатил. Я думаю, человек просто не знал, что она из серебра. И продал ее, как обычный ножик. Ну вот, я считаю, что повезло. Сколько такой нож стоит, я, честно говоря, не знаю. Ну, минимум где-то 80-90, а может быть, даже и дороже евро. Здесь нету никого производителя. Ну, нет клемма производителя, что, конечно, не очень хорошо. Но все равно нож серебряный. С цепочкой такой интересной. Я думаю, вещица очень хорошая. Я купил ее за 10 евро. На этом я с ножами заканчиваю. Давайте продолжим дальше. Также я купил вот такую вот интересную брошь. Я ее увидел. Мне, по-моему, сначала привлек цвет. Спросил, почем. Человек взял лупу. Долго рассматривал. Сказал, что это не серебро. Я не знаю, почему он так понимал. Потому что есть вот проба. Она довольно, ну, такая четкая. Видно, что там 800-я проба, по-моему, стоит. Ну, он сказал, 12 евро. И холода 10 ты отдашь? Он говорит, да, бери. И я нашел, такие брошки есть. Они есть в золоте, есть в серебре. И они очень и очень недешевые. Ну, вот как-то такая. Вот такая вот брошка попалась. Серебряная. И вот, ребят, еще вот такая вот вещь. Такое вот пресс-папье. Видите, с таким вот верхом, навершием. Я ее посмотрел. Сразу мне бросилось в глаза, что это может быть вещь, относящаяся к России. И я, в принципе, не ошибся. Потому что вот здесь я увидел клеймо 84 вот здесь раз. И потом где-то еще вот здесь было такое вот клеймо. Вот тоже, видите, 84-я проба. То есть вещь такая прикольная. То есть я ее корректил, вертел. Но, к сожалению, продавец тоже знал, что эта вещь имеет отношение к России, то есть к царской России. И дешево он мне ее не продал. То есть мне она просто понравилась. Я посчитал, что такой узор очень красивый. Такая отделка. Видите, такое чернение. Вот это вы, к тому же, пробу 84-е, что имеет отношение уже к дореволюционным временам. И он за нее просил 60 евро. Я ему предложил 40. Он сказал, я сам ее купил за 40. Я, конечно, не знаю, правда это или нет. Но поверим его на слово. В общем, отдал он мне ее за 50 евро. Вот такая вот пресс-папье интересная. Сколько я... Я нашел похожее в интернете. Там просили 200-250 евро. Ну, не знаю. Посмотрим. Я ее уже отфотографировал. Когда буду высадить, еще буду решать. Ну, вот такая вот вещь мне попалась. Интересная. Довольно интересная. Вот сегодня на барахолке. Как бы такая вот. То есть сегодня довольно много было серебра. Потом, вот помните. Недавно я купил несколько таких дизайнерских украшений. По-моему, Михаила Фрей была ее. Дизайнер такой довольно известный. Как я понял, потому что он известный. То есть, ну вот. И там были серьги. И было два кулона. Серьги у меня уже купили. Сейчас я вам покажу, почему их у меня купили. Ну, вы сами все увидели. Купили больше, чем за 100 евро. И тут я прихожу. И у одного вот такой вот кулон висит. Вот такой вот интересный. Поверворачиваю. Написано тоже Михаила Фрей. Новый. С цепочкой. Цепочка серебряная. Вот. И он за него просил 25 евро. В общем, отдал за двадцатку. Я еще не знаю, почему буду продавать. Но больше сотни точно буду просить. А там, как кажется, как пойдет. Ну, просто такая вот еще покупка. Я считаю, повезло. Потому что на нем точно можно заработать. Так. Теперь давайте перейдем к монетам. Да. Вот сегодня мне попалось три монеты. Причем две монеты. А именно серебряные я купил у одного продавца. Там есть такой дедушка. Я у него не раз уже покупал монеты. В этот раз я видел, что у него несколько новых монет появилось. Сейчас я вам покажу. Первое. Это вот такие вот 50 центов. Это Франция. 1936 год. Тут даже написано, по-моему, сколько здесь граммов серебра. По-моему, 13, если я не ошибаюсь. Монета прям не такая уж, что ярко-штемпельная. Но, тем не менее, она хорошая. То есть, ну, на ней есть остатки штемпельного блеска. Она, скорее всего, не чищенная. То есть, просто она походила. Да. Ну, в какой-то степи в мире она походила. Но, тем не менее, вот видите, остатки штемпельного блеска присутствуют. И такая монета, именно 50 центов 1936 года, они довольно недешевые. То есть, они не прям такие. За облачные денег они не стоят. Но я посмотрел внимательно, на свету покрутил. И монета, как я уже сказал, такой крепкий АУ. Штемпельный блеск присутствует. Монета не чищенная, как я уже говорю. То есть, если бы она была бы чищенная, там были бы немножко другие царапины на поле. Можете вот посмотреть. Это именно следы отхождения. Вот. И я у него спросил цену. Вот видите. И он с этой ценой, я согласился. Немножко он мне уступил. И я купил ее. И купил вот эту монету, которая еще интересней. Это 5 корон. Тут такая вот нехорошая грязь. Это, я думаю, наверное, буду смывать. Вот эту монету, конечно, немножко... Может быть, даже ее вот тут чистили. Давайте посмотрим поближе. Но, тем не менее, да, эту сторону... Или она очень сильно много ходила, или ее чистили. Но, тем не менее, на ней остались остатки штемпельного блеска, что немаловажно. Эта сторона вообще в отличном состоянии. Ну, потому что, в принципе, она такая здесь... Поле монеты такое. Оно защищено этими вот узорами. Но, тем не менее, монета... Монета интересная. Это 5 корон 1900 года. То есть, более редкая вещь. То есть, даже в таком состоянии она стоит своих денег. И денег не дешевых, как я уже сказал. Вот. Вот. Недавно я покупал 5 корон. Более позднего года. По-моему, 1909. В очень убитом состоянии. Тогда я заплатил за такую монету, по-моему, 10 или 15 евро. Я выставил ее с 1 евро на аукционе. И она ушла за 30 евро. То есть, у меня... Эта монета намного в более хорошем состоянии. И я ее купил за 27,50. Вот именно такая... То есть, я заплатил за две монеты 55 евро. И год он пореже. И состояние, конечно, намного-намного лучше, чем предыдущие 5 корон. Кто помнит, я думаю, в одном из видео он эту монету показывал. Ну, предыдущую. То есть, там она была довольно... Очень сильно подуставшая. Там с ударами по канту и так далее. То есть, тем не менее, ее все равно купили. И купили очень хорошо. Эта монета стоит намного... Ну, я эту монету смогу продать или реализовать намного... Намного выгоднее, скажем так. И я считаю, вот мне сегодня повезло. У одного человека там была такая коробочка с монетами. И я... Ничего там не было интересного, кроме вот этой вот монеты. Так, и вот они... По-моему, один сентим. Или дикс. Я вот не знаю, дикс это сколько. Я не владею французским. Так что, можете меня с удовольствием поправить. Не аж и не обижусь на вас. Это Наполеон III, 1854 год. То есть, это разгар русско-крымской войны. Вернее, не русско-крымской, а крымской войны. То есть, где Россия воевала против коалиции из Турции, Франции, Англии, осадок Севастополя и так далее. И вот такая вот монета в отличном состоянии. То есть, это не прям такой штемпельный блеск. Но, тем не менее, монета вообще, ну, реально, то есть, очень хорошо сохранилась. Реально очень хорошо. Здесь под орлом буковка А. И есть еще такие же монеты с буковкой Б. Если бы это была буковка Б, вот здесь вот видите внизу, то тогда цена была бы просто реально очень-очень высокий. Там от 400, там, 500 евро и выше. То есть, именно с буковкой с литерой Б они намного-намного дороже. Но в таком состоянии монеты с литерой А тоже стоят очень-очень дорого. То есть, больше 100 евро реально, то есть, такую монету реально продать. Мне, я считаю, повезло. Я купил ее за 5 евро. То есть, он сказал свою цену. Я спросил, почем? Он говорит, 5 евро. Я говорю, окей. Я даже с ним стал торговаться. Потому что, ну, реально, ребят, монета очень красивая. В отличном состоянии. Они попадаются довольно много, но они все такие подуставшие, потертые, подубитые и так далее. И вот этот монет мне попался просто в очень классном состоянии. Вот такие вот три монеты сегодня на вашем обзоре мне попались на барахолке. В принципе, на барахолках монеты попадаются, но очень-очень нечасто. А тем более, раритеты можно, ну, конечно, если все зависит от того, как часто вы ходите. То есть, если, конечно, ходить каждую неделю, то рано или поздно что-то у вас будет проходить, да. Если время от времени, то, конечно, трудно. И сейчас расскажу такую забавную историю. Я уже все закончил, то есть обошел. Как вы видите, я купил не прям так много предметов. Кстати, а, я еще забыл, я купил еще одну картину. Но картину я покажу в самом конце, потому что она такая большая. Сейчас я вам расскажу про эту забавную историю и покажу вам картину, которую я купил. Поэтому смотрите до конца. Итак, друзья, сейчас я вам расскажу такую забавную историю. Как я уже сказал, уходил я уже, подошел к Володе. Я говорю, давай, что-нибудь я у тебя куплю, но последок есть что интересное. Он говорит, да нет ничего. Ну, у него такая стояла коробка со всякой всячиной. Я начал там рыться и вот достаю вот такую вот вещь, такая отложка для обуви. Мне сразу бросилось в глаза вот такой вот узор красивый. Ребята, вот эта вещь, она лежала у Володи сколько времени, я не знаю, там сколько она у него лежала, где я ее купил. Целый день лежала на самом видном месте у него на столе. Там куча просто покупателей потенциальных прошло мимо, там все перерыли. И она все равно осталась лежать. Пока она, грубо говоря, дождалась меня, я ее взял. Я его спросил, серебро? Он говорит, нет, скорее всего. Он говорит, я не знаю, но скорее всего нет. По-моему, вот так он мне ответил, если не ошибаюсь. То есть я ее покрутил, я сразу понял, что эта вещь не новая, то есть рукоятка именно не новая. Это может быть даже ее поменяли потом, то есть эту ложку. А вот рукояткой точно того времени. Я сказал, почем? Он говорит, ну для тебя 3 евро. Я говорю, ну окей, я забираю за 3 евро и дал ему 5 евро. Я говорю, а что-нибудь есть на сдачу? И у него уже в той же коробке взял такую ручку. Так вот, Володь, если ты смотришь это видео, я уже отошел. И вот смотри, вот здесь вот нашел вообще в большое-большое увеличение. Надеюсь, вы тоже видите, вот 800, да. То есть я в большую, в 20-кратному посмотрел. Эта цифра 800, то есть это рукоятка из серебра оказалась. То есть вот такую вот я купил античную ложку. Ну как античную, то есть там начало 20 века, я так подозреваю. И потом уже дома начал рассматривать ручку. И написано, это фирма Элизей, западная Германия. И ручка тоже оказалась не дешевой. Насчет пера не знаю, золотое, не золотое. В принципе, должно быть написано, но здесь не написано. Ну, наверное, будут проверить, тирануть его, фиг его знает. Ну, даже если это не золотое перо, эти ручки, они не дешевые. То есть такие вот, не ручки, а эти, перьевые. Ну, перьевая ручка. Вот такая вот новенькая ручка. И вот я за это ему заплатил 5 евро. Поэтому, Володя, большое тебе спасибо. Как говорится, сегодня ты, завтра я. Ну, вот таких вот две вещи я купил напоследок. Причем я уже сказал, они лежали все это время. То есть целый день я их мог купить кто угодно. А в конце концов купил я. Вот такая вот классная ложка. То есть, ну, ребят, повезло, я считаю. Так что, Володя, еще раз тебе большое спасибо. Мой лайк тебе. И купил я сегодня очередную картину. Четыре в последнее время я стал покупать картину. Не знаю почему. Наверное, в надежде на такой крупный джекпот. Вот, смотрите, ребят. Утром это была моя первая покупка, на самом деле. То есть я ходил, ходил, ничего не было. И вот я увидел, передо мной прям выложил на столе продавец картину. Я ее покрутил. Посмотрел. Никаких надписей нет. Но, ребят, работа реально очень старая. Написано маслом. Тут вот, если вы посмотрите, там, ну, вот. Не скажу, что прям какая-то там очень уж там, какой-то там замысловатый сюжет у картины. Но, тем не менее, она довольно яркая. Давайте вот так ее, вот видите. Такая не очень прям большая, что меня немножко, так говорится, импонировало. Потому что, ну, я не хотел таскать здоровой картину. Но, тем не менее, ребята, картина очень классная. И, я думаю, она не новая. То есть, может быть, это 19-й век. Может быть, начало 20-го века. Я точно не знаю. Потому что написано маслом. И уже немножко там есть такие потрескавшиеся места, где видно, когда вот масло там немножко уже от времени начинает вот трескаться. Вот такую картину. Картину я купил не дешево. За нее просили 65 евро. Давайте я покажу другую сторону. На другой стороне ничего нет. Вот видите сами. Реально ничего нет. То есть, закрыто все. Поэтому, как бы, ничего интересного. Нету даже подписи нигде мастера. По крайней мере, я не нашел. Я всю ее осмотрел. То есть, под лупой ничего нигде не увидел. То есть, ну, вот. Можете сами посмотреть. Вот. Так что. Вот. Сейчас лампу поярче включу. Ну, вот такая вот вещица. И купил я ее за 50 евро. Ну, в общем, в принципе, друзья, судите сами, хорошая картина или нет. Мне она нравится. Думаю, она стоит намного дороже. Почем? Ну, пока еще не знаю. Вот такие вот покупки на сегодня у меня. Все эти вещи подаются. Если что, кому интересно, пишите мне на WhatsApp. Мой номер будет в описании под видео. А так, не забываем подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч. Всем пока.